Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 марта. Я вот только что снимала видео про фиолетовые вот эти стволики и говорила, что не нужно пугаться, если у вас выросла рассада, а у нее стволы фиолетовые, возможно, это характеристика сорта. И вот показывала вот этот вот тоже лоток, у которых рядом... Сейчас перемещусь. Вот тут видите, вот фиолетовые у меня иностранцы родились. Рядом с фиолетовыми в таких же условиях стоят и стволики светло-зеленые. И вот на примере этого лотка я сейчас отвечу еще на один вопрос и успокою еще одну группу начинающих огородников, которые очень расстраиваются, что у томатов после перекировки или во время дальнейшего взросления, ну просто по мере роста томата, начинают желтеть, засыхать и иногда даже отваливаться. Семидольные листочки. Сейчас покажу свои семидольные листочки и скажу вам, что вы не должны беспокоиться, если у вас семидольные листочки светлеют, желтеют и отваливаются. Вот смотрите, вот семидольные листочки у этих красавцев. Вы видите, он тоже светло-желтого цвета. Ну видно, что ему уже не хватает чего-то. И иногда по этим, вот даже, сейчас дальше продвинемся, покажу вам, где вообще уже отсохли. Так, здесь пока что пожелтели. Вот видите, там на заднем плане вообще семидольные листочки как бы засохли и начинают отваливаться. Я никогда не расстраиваюсь, когда у меня семидольные листочки начинают блекнуть, сохнуть и отваливаться. Главное, нужно смотреть на состояние вот этих молодого поколения, вот этих настоящих листьев. Ни один настоящий лист не пожелтел, не засох, не отвалился. Ой, пошевелила, томатами запахло. Вот, например, в моем случае, вы видите, что здесь они уже так разрослись, что, конечно, семидольным листочкам им и света не хватает. И тут еще само растение у них идет по такому принципу, по остаточному питанию. В первую очередь растение направляет все-все свои питательные средства, конечно, на наращивание вот этой молодой массы, молодое поколение. Потому что вы знаете, что, ну так же, как и люди, вся жизнь растения направлена на то, чтобы дать потомство, чтобы поскорее вот здесь вылезла цветочная кисть, чтобы завязать плоды и все. То, что там внизу остались эти семидольные листья, томатов уже мало волнует, потому что они уже выполнили свою роль. Семидольные листья нужны растению только тогда, когда оно всходит. Когда оно всходит, когда раскрываются вот эти семидольки, как только начинают расти настоящие листья, и весь организм вот этого вот, хотел сказать, существа вот этого вот растения, он направлен на то, чтобы, конечно, новые листья, новые листья, цветы, плоды, все, он будет занят только этим. Я вот в прошлом году рассказывала, говорила, что можно сравнить, вот как, хоть это и некорректное сравнение, можно сравнить, я их называла, это листья пенсионеры. Но это так же, как в жизни. Пенсионер отработал на работе, все, он закончил свою трудовую деятельность, и по сути он ни государству, никому сильно не нужен. И они начинают по остаточному принципу. Сначала всех вот этих молодых растения обеспечит, потом уже, если что-то там хватит, дойдет до этого листа пенсионера. А если не дойдет, ну и не важно, о нем никто и не вспомнит. И постепенно от недостатка питания, вот от недостатка внимания, тут еще у меня недостаток света, этот лист, он понемногу желтеет и отмирает. Растение этого даже не, ну как, не замечает. Он для него, этот семидольный лист, уже не важен. Он через него перешагнул томат и пошел дальше, в новую жизнь. Все. И вы сами не расстраивайтесь, если у вас желтеют листья. Я вот при пикировке, вот следующая перевалка, когда я иногда их даже отщипываю для того, чтобы заглубить еще больше. Вы сами, когда высаживаете в открытый грунт, вы вспомните, при заглублении мы и семидольные листики иногда убираем, даже один-два нижних листика убираем, чтобы растение заглубить и чтобы больше была корневая система. Так что, если, например, вот смотрите, если такие растения большие, как у меня, и у них вот этот желтеет семидольный лист, ничего страшного в этом нет. Такова жизнь. Все. Он свое отработал, он отдал, он был важен на старте жизни этого растения, а сейчас он уже не нужен. Так что, блекнуты они у вас, желтеют, засыхают, отмирают. Ничего страшного в этом нет, пусть это вас не пугает. Это не значит, что растение болеет, или что растение ослаблено. Это просто значит, что он им стал не нужен. Грустно, но это так. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова